А какое твое? Потерным небом круг воды И желтый свет дрянной луны Я просто верю, я твердо верю Что стремный корабль за мной приплывет Ага-ага Ага-ага Приветствую вас, мои кровожадные печеньки На канале уже выходил ролик про Сергея Головкина Но мы допустили в нем достаточное количество ошибок И использовали не самые достоверные источники Но мы выросли и прокачались И теперь создали для вас с нуля полностью новый ролик И это уже не просто ролик, а полноценный документальный фильм Когда мы с вами разбираемся в истории удава В его судьбе переплетены как истины, так и сказки Но в наши руки попали полудлинные судебные документы И мы расскажем вам историю от его имени И также вы узнаете факты, которые ранее не были приданы огласке Также важный фактор Если вы впечатлительны, я не рекомендую вам этот ролик Потому что здесь будет рассказана подлинная история всех преступлений Сергея Головкина Ну а для тех, кто готов отправиться с нами в это кровавое путешествие Я напоминаю, вы находитесь на канале Фауста 21 века И мне, как врачу-психиатру, есть что вам рассказать Устраивайтесь поудобнее И добро пожаловать в колыбель ужаса Колыбель ужаса Из материалов уголовного и личного дела Медицинской документации и со слов самого испытуемого Головкина Сергея Александровича Известно следующее Двоюродная сестра по линии отца страдала шизофренией По словам матери, в юношеском возрасте она перенесла психоз И на момент 1993 года обнаружила некоторые странности в поведении и высказываниях, которые не расценивались родственниками как болезненные Мать Головкина Лариса Константиновна По характеру спокойная, замкнутая, необщительная, тяжело сходится с людьми Предпочитает занятия чтением и рукоделием Отец Головкин Александр Нилович Общительный, коммуникабельный, является хорошим организатором Однако в последние годы с возрастом изменился Стал, цитата, занудливым, высокомерным, эгоцентричным, склонен к нравоучениям, назидательству Что, по словам матери, послужило одной из причин их развода В 1988 году Согласно представленным следствию характеристикам на семью Головкиных Последний отличается в отношениях с соседями Замкнутостью в общении В характеристике указывается, что они видели соседей только при необходимости А в повседневной жизни, как бы, не замечают Беременность испытуемым у матери была первой Протекала удовлетворительно Роды были стремительными Испытуемый Головкин Сергей Александрович Родился 26 ноября 1959 года В течение часа с врожденным дефектом грудины Воронкообразной грудью В состоянии асфиксии Грудей был приложен компресс на несколько дней Раннее развитие его протекало в соответствии с физиологическими нормами Стал своевременно держать голову Сидеть, однако ходить начал в год и два месяца С 1959 года по 1962 год Родители Головкина находились в Куйбышеве И только потом вернулись в Москву С октября 1963 года проживали на Беломорской улице Мальчик рос болезненным, ослабленным Часто болел простудными заболеваниями, бронхитами Неоднократно возникали кишечные инфекции, энтериты, диспепсии Ясли практически не посещал в связи с частыми заболеваниями В детский сад пошел в возрасте двух с половиной лет Посещал неохотно, очень тяжело переживал разлуку с матерью И начинал плакать еще по дороге туда Непосредственно в детском саду у испытуемого возникали истерики Проявлявшиеся в сильном плаче, непроизвольной рвоте и мочи спускания Мать в своих показаниях объясняет это грубым отношением к сыну воспитателями Забирая сына домой, воспитатели просили ее убрать рвотные массы Оставшиеся после ребенка, еще с обеда После перевода в другой детский сад, подобные истерики прекратились По характеру формировался тихим, замкнутым, стеснительным Всегда отдавал предпочтение играм наедине, нежели со сверстниками Родителям стоило больших трудов отправить его на улицу поиграть с другими ребятами Футбол или хоккей Из игрушек любил играть с машинками Притом одной машинкой он играл очень долго Несмотря на наличие других Уже здесь мы можем говорить о ранней гиперфиксации Домой для игр никогда других детей не приглашал Отец в своих показаниях сообщает Что воспитывали ребенка в соответствии с общественными нормами Семье не было принято ласкать детей, целовать Только иногда в порыве чувств они позволяли себе сажать детей на колени Каких-либо публичных норовоучений, избиений при шалостях сына в общественных местах Они не допускали, а старались методично и скурпулезно Через физические усилия довести до сознания ребенка правила нормы И приемливого общественного поведения Например, когда сын начинал баловаться в транспорте Залезать ногами на сидение Отец выходил на одну-две остановки раньше И двух-трехлетний ребенок шел с детского сада пешком Так продолжалось до тех пор, пока он не понимал, что от него хотят родители Когда испытуемый был маленьким, они часто всей семьей ходили в походы Плавали на байдарках, удили рыбу Однако душевной теплоты в их отношениях не было Сын всегда был скрытным, молчаливым, больше всего привязанным к матери Иногда отцу казалось, что он чем-то обижен на него По словам матери, их отношения стали еще более прохладными после того, как отец насильно заставил сына принимать ледяной душ Делал это грубо, резко, прямолинейно Действовал как, прямая цитата, фашист, несмотря на сопротивление сына Для матери вскоре эти занятия стали невыносимыми И под ее давлением они прекратились Однако с тех пор испытуемый мылся всегда неохотно Уже будучи взрослым, работал зоотехником Он возвращался после работы с лошадьми, мог лечь в чистую постель, не искупавшись Лет по совету врачей испытуемым был сделан ортопедический корсет В связи с воронкообразной грудью, которую он носил в течение года без желания Начиная с 5 лет до 10-летнего возраста, у него появилась вредная привычка Это цитата, выражавшаяся в мастурбации половых органов Перед засыпанием сына мать замечала, что он прячет руки в трусы Объясняла ему, что это делать нельзя, так как он может заболеть Просила положить руки поверх одеяла Законченных актов мастурбации, сопровождавшихся эрекцией, с семи извержением она не замечала Однажды, заподозрив сына в краже кольца, мать долго допрашивала, трясла и била его После чего с ним случилось что-то странное Испытуемый побледнел, стал раскачиваться из стороны в сторону, стонать Не обращал никакого внимания на окружающих и происходящее вокруг Такое состояние длилось в течение двух часов У всех сложилось впечатление, что у сына нарушилось сознание Головкин начал обучаться с 8 лет в средней школе номер 167 Ленинградского района Москвы Учился хорошо, но без энтузиазма Когда возвращался домой, матери буквально приходилось вытягивать из него рассказ О проведенном дне в школе Оставался также замкнутым, необщительным и стеснительным Родители не могли припомнить кого-либо из его школьных друзей Отец в своих показаниях подчеркнул, что если в детском саду ему и удавалось На какое-то время найти с сыном общий язык, купив ему новую игрушку То в школьные годы между ними вставала глухая стена Согласно показаниям испытуемого, отца он в детстве считал строгим и не совсем справедливым к себе Так в детстве отец старался исправить сутулы с тычками Тыкал пальцем спину, лупил рукой, ставил в угол Когда видел в дневнике двойку, до сих пор остались ощущения обиды на отца, несправедливого отношения к себе Отец никогда ни в чем не поддерживал Наоборот, ему доставляло удовольствие рассказывать окружающим о неудачах сына Посмеяться над ним, даже когда он просил этого не делать Одновременно с занятиями в школе испытуемый обучался музыке Однако обучался без какого-либо интереса С его слов, эти занятия продолжались не более года Так как не было энтузиазма Чтобы прекратить занятия музыкой, однажды не открыл учителю дверь После чего родители устроили семейный совет И после него занятия прекратились В возрасте 10 лет в семье рождается дочь И частично внимание переключается на нее Но мать на допросах уточняла, что несмотря на ее рождение Сын всегда находился в ее поле зрения И она старалась сохранить с ним душевный контакт Сестра Головкина Наталья Александровна Характеризует брата ровным, спокойным, не конфликтным Хотя у них никогда не было общих интересов, друзей И ей было в целом неинтересна жизнь брата Испытуемый считает, что он мало изменился Характеризует себя упрямым, настойчивым, замкнутым, спокойным, чувствительным к обидам Внешне выглядит иногда иначе Например, в школе был паинькой, послушным Дома был несколько иным, хуже, чем в школе Мог ослушаться, вступал в перебранку с родителями Спорил в основном с женской половиной семьи С отцом старался не спорить В начальной школе начал курить Подбирал окурки Курил не в затяжку Подчеркивал, что в школе всегда был на вторых ролях Лидером никогда не был Хотя в мечтах представлял себя им Тут, наверное, стоит напомнить для полноты тот факт Что вместе с Сергеем Головкиным В одном классе учился вокалист группы Крематорий Армен Григорян Который, по сути, описывал его, как и все остальные Тихий, ничем не интересовавшийся Серая личность Никогда не участвовал в авантюрах Однажды, к своему удивлению, Григорян Обнаружил своего нелюдимого одноклассника на фотографии Со школьной репетиции Как шутливо подметил музыкант, будущий маньяк все же ходил на танцы Ему также рассказывали о случае, когда Головкин словно в бреду Угрожал надоевшему однокласснику сожжением на костре Возвращаясь к теме личности юного Головкина Он пояснял, что всегда был мечтателем Повышенно ранимым и впечатлительным Так, в дошкольном возрасте, мечтая, представлял какие-либо сюжеты из жизни Например, полет на самолете с родителями на море Когда другим ребятам это было недоступно Очень тяжело переживал свои маленькие неудачи Например, когда мочился в постель Забывал застегнуть ширинку Чувствовал себя ущербным Хотя явного пренебрежения на смешек со стороны ребят не было Сам на себя злился Внутренне стремился к одиночеству Общался с ребятами вынужденно В детском возрасте неосознанно занимался анонизмом Спровоцировало эти действия частое мочеиспускание Когда стеснялся отпроситься у учителя с урока в туалет Зажимал рукой половой член Мял его, что сопровождалось какой-то разрядкой С 11 до 12 лет это занятие стало регулярным До двух раз в день Считал анонизм грехом Так как родители ругали Зашивали даже карманы Очень пугался, когда кто-либо из них Заставал его в дневное время за этим занятием С 12 лет появились первые эякуляции Сопровождающиеся оргазмом Как следовало из показаний одноклассников В школе Головкин учился средне Был молчаливым, замкнутым, осторожным Тихим, трусливым, безинициативным Никак себя не проявлял Безропотно подчинялся всему Курить начал с 7 класса Курил очень много и вскоре стал настоящим курильщиком В разговорах на сексуальные темы, возникающие у мальчиков Он участия не принимал Никогда ни с кем не дрался В подростковом возрасте с 12-13 лет Испытуемый сильно вырос Стал сутулиться На теле и лице появилась обильная угревая сыпь Отчего он стал еще более ранимым и замкнутым Мать замечала в сыне происходящие перемены Но никогда не заводила разговоры об этом Во избежание формирования комплексов Понимая, что изменения во внешности Очень значимы для него Испытуемый подтверждает, что его действительно беспокоили прыщи на теле Высокий рост Он стеснялся этих изменений Иногда появлялись мысли, что окружающие сторонятся его Так как ощущают исходящий от него запах спермы Ему казалось, что сверстники догадываются о его мастурбации Понимал, что они обсуждают это Стал еще более чувствительным и обидчивым В этот же период усилились фантазии Которые быстро приобрели садистский характер Подобные фантазии возникали самопроизвольно Непосредственно перед актом мастурбации Представлял одноклассников мальчишек С которыми совершал половой акт Мучил их Иногда переключался на литературные темы Вспоминал пионеров-героев, которых пытали фашисты Представлял себя в их роли Глядя на памятник, посвященный мальчикам-героям Времен Великой Отечественной войны Эти представления усиливались, оживали Представлял, что одноклассники голыми жарятся на сковородке Извиваются, сгорают на кострах Мечтал об эксгумации тел Самостоятельном расчленении Часто мог фантазировать на эту тему В присутствии посторонних людей Хотя общение с ними отвлекало Сейчас предлагаю вам послушать то Как уже пойманный Головкин Давал признательные показания У разных актах за садизм В то время у меня уже появилось желание убить мальчика-подростка Мне было достаточно где-либо увидеть мальчика, который мне попонравился Мне возникало желание убить его Я мысленно представлял, как я осуществляю это Но обстановка для совершения подобных действий была не та Не мог же я, допустим, в метро совершить все то, что я представлял Да и, видимо, желание появлялось в моей воле и осмыслением того Что это делать нельзя Что за этим последует наказание Хотя уже тогда, да и еще раньше В период обучения в школе я стремился найти отдушину И дать выход обуреваемым меня мыслям и представлениям о том, как я совершаю преступление Убийство Выражалось это и в том, что я ловил на улице кошек и пытался причинить им боль На моей памяти два случая таких Было это лет десять назад, может и больше Учился я тогда классе в пятом-шестом Помню, как-то я на улице поймал чью-то кошку и пытался убить ее, размажив камнем голову Но с первой попытки сделать это мне не удалось Все-таки, видимо, были какие-то сдерживающие силы Я не мог убить ее с первого раза Она вырвалась и убежала С другой стороны, мне было досадно От того, что у меня с первого раза это не получилось Через некоторое время я поймал в нашем доме вторую кошку Принес ее домой с тем, чтобы убить Дома никого не было Какое время года было тогда, я не помню Но было это после уроков Я сделал из веревки петлю и повесил эту кошку у себя в комнате Уже тогда от сделанного я испытал удовлетворение После этого я отнес мертвую кошку на кухню, где держа над раковиной И с помощью ножа отрезал ей голову Ее кровь спустил в раковину От вида крови какого-либо возбуждения или удовлетворения я не получал Удовлетворение приходило в процессе убийства этого животного И отчленения головы Такое ощущение, что на душе легче стало от этого Больше ничего с трупом кошки я делать не стал Положил в целлофановый пакет и выбросил в помойку в нашем дворе Точнее, в мусорный контейнер После этого желания поиздеваться над кошками, убивать их, у меня не возникало Примерно в то же время со мной был следующий случай У меня был аквариум с рыбками Появлялось желание их вскипятить В металлической кружке я зачерпнул воду из аквариума и несколько мальков, находившихся на поверхности И поставил на огонь Причем это тогда было связано не с желанием получить удовлетворение от их смерти А скорее чистое любопытство Как они будут себя вести в данной ситуации Не думаю, чтобы мои родители что-либо могли заподозрить об этих моих занятиях Я старался всегда за собой убрать, чтобы никто не заметил, чем я занимался В этом же возрасте у него появляется сильная увлеченность лошадьми Как отмечала мать, у него появилась страсть к лошадям Много часов проводил на ипподроме Посетил конно-спортивную секцию Собрал литературу, плакаты, скульптуры Посвященные жизни этих животных С повышенным интересом относился к биологии Занимался в вечерней специализированной биологической школе Родители не одобряли интересы сына Так как они противоречили традициям семьи И они считали его выбор несерьезным В семье часто по этому поводу возникали конфликты и ссоры Во время которых отец вел себя нездержанно, бесцеремонно Обзывал сына умственно отсталым Несмотря на семейные конфликты Головкин настаивал на своем решении Продолжал занятия в конно-спортивной школе При Темирязевской академии Занимался верховой ездой С любовью ухаживал за животными на ипподроме Собирал литературу Изучал анатомию и биологию Общение с лошадьми доставляло ему удовольствие Создавалось впечатление, что они понимают И чувствуют его По-доброму относятся Особое отношение было к жеребятам Нравился исходящий от них запах молока И мягкой шерсти Привязывался к лошадям во время занятий верховой ездой Казалось, что они могут говорить Понял, что у них разный характер Повадки, привычки Пытался это все изучить Согласно показаниям приятеля по конно-спортивной секции Во время занятий у него с Головкиным сложились дружеские отношения Он был хорошим парнем Много знал о лошадях Подсказывал при необходимости, как и что делать Учил верховой езде Никаких отклонений в психической, сексуальной сфере он не замечал С девочками он не дружил Постепенно по мере занятий конным спортом Увлечением лошадьми Тяга к фантазированию Мастурбации У испытуемого с его слов Притупилась Учаясь в девятом классе решил поступать в Тимирязевскую академию На отделение коневодства С помощью репетиторов усиленно занимался физикой, химией Посещал вечернюю биологическую школу В 1977 году успешно сдал экзамены и поступил в Тимирязевскую академию На факультет зооинженер Отделение коневодства Согласно представленной характеристике, за время обучения в академии Головкин проявил себя способным студентом Успевал по всем предметам А на четвертом курсе являлся комсоргом группы Среди товарищей пользовался авторитетом 18 июня 1982 года ему была присвоена квалификация зооинженера С 21 июня по 18 сентября 1982 года проходил военные сборы военной части После которых ему было присвоено воинское звание лейтенант запаса Очередное воинское звание старший лейтенант присвоено 27 октября 1987 года Находясь с 21 июня по 18 сентября 1982 года на воинских сборах Воинской части Путиловские лагеря Калининградского района Тверской области Головкин во время хозяйственных работ на складах артвооружения частей Калининского гарнизона Днем похитил 10 боевых патронов Образца 1943 года С трассирующими пулями калибра 7,62 7,62 мм И 4 боевых патрона калибром 9 мм Пистолету Макарова Похищенные боеприпасы Головкин предварительно Незаконно хранил по месту своей прописки А затем перенес в выделенную ему заводом комнату Где они и хранились до обыска 20 октября 1992 года 4 апреля 1988 года Ему было присвоено звание зоотехника первой категории За успехи, достигнутые в развитии К неводчеству 11 декабря 1989 года Головкин был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР При администрации назначен ответственным За проведение занятий по профориентированию В Успенской средней школе То есть по совместительству С 1986 года по 1988 год Являлся мастером производственного обучения Согласно показаниям свидетельницы Они с Головкиным немного дружили Притом больше на младших курсах Он тянулся к ней, советовался Они вместе ездили на занятия Однако близких отношений никогда не было Он даже в шутку никогда никому не приставал Единственное, что вспоминает свидетельница Что Головкин очень много ел И всегда был голодным Как-то под Новый год они всей группой поехали в гости После того, как все выпили и поели Стали танцевать Гуляли на улице А Головкин сел за стол Так и ел всю ночь Он ел как животное Не обращая ни на кого внимания В 1980 году Со слов Головкина Произошло событие Которое, вероятно, могло запустить всю череду кровавых событий Начавшихся в 1984 году Так вот К тому периоду, когда я закончил учебу в Академии Желание кого-то убить становилось навязчивее, что ли Получалось так, что я все чаще и чаще думал об этом И это толкнуло меня к конкретным действиям А именно физически ощутить все это В то же время я понимал, что анонирование и возникающее желание Получать удовлетворение от чьих-то мучений Не вполне нормальные явления Было время, что я даже решил покончить со всем этим Но произошло одно событие, которое, я считаю, негативно повлияло на мою дальнейшую жизнь Было это на третьем или четвертом курсе осенью К этому времени я все реже и реже старался заниматься анонизмом И, скажу честно, мне это удавалось Как-то вечером я поехал на центральный московский ипподром С тем, чтобы пообщаться со своими знакомыми ребятами Занимающимися вместе со мной в школе верховой езды Когда я шел уже по территории ипподрома Ко мне неприлично, под видом типа «дай закурить» Пристала группа ребят Человек 10-12 В основном это были ребята лет 14-15 А человека 3 лет 18 Внешне не было заметно, чтобы они были пьяны или обкурены Закурить у меня тогда с собой не было И это послужило причиной, что меня сильно начали избивать Нанося удары кулаками, ногами Я вначале пытался обороняться Но они меня свалили и стали пинать При этом сломали мне переносицу Выбили два передних верхних зуба Я уже не говорю о синяках Сколько это продолжалось по времени, сказать не могу Тогда я потерял чувство времени Избили меня они и бросили здесь же Попытку ограбить меня не предпринимали Что это были за ребята, откуда они, я не знаю И раньше их здесь никогда не видел Так же, как и потом Я уже сейчас не помню Но я нашел какую-то конюшню Умылся и как мог привел себя в порядок Вся моя куртка была в крови Никто даже не попытался узнать, что именно со мной произошло Предложить свою помощь Мое появление в таком виде дома очень напугало мою маму Но я постарался ее успокоить Сказав, что просто упал с лошади Она потащила меня в травпункт нашего района Он находился в здании 28 поликлиники Я считаю, что именно в этот травпункт меня повели Но точно сказать не могу, так ли это Так мне оказали первую помощь Помню, что осматривал меня мужчина Но описать его внешность не могу Забыл Я просил его дать мне справку Об освобождении от занятий в академии Так как мне было стыдно с таким лицом появляться на занятиях Но он мне в этом отказал Ребятам из своей группы сказал, что нарвался на хулиганов Которые меня отделали Но подробно об обстоятельствах моего избиения Где это произошло Не сообщал Кому конкретно рассказывал об этом Сейчас уже и не помню В последующем я вставил в платной стоматологической поликлинике Расположенной рядом с институтом Скаехасовского Два пластмассовых протеза Со мной тогда была мама Уже потом пытался отыскать этих ребят С тем, чтобы рассчитаться с ними И поэтому ходил на ипотром Но встретить их мне так и не удалось У меня появилась жажда мщения Не обязательно кому-то конкретно из обидчиков Любому первому попавшемуся Видимо сказалось здесь и то, что я не смог отыскать своих обидчиков Следует учесть, что под это у меня уже имелась теоретическая база Я имею в виду те мои представления садистического плана Я мысленно представлял, что издеваюсь над своими обидчиками Затем убиваю их Эти мучения доставляли мне удовольствие Но время шло, я их не находил Желание убивать не только осталось Но и укрепляло мою решимость обязательно притворить это в жизнь Не думаю, что именно это обстоятельство И определило мой выбор в возрасте жертв Так как об этом я думал и ранее Скорее, это лишь подтолкнуло меня к конкретным действиям Начались поиски объектов в лесу Пионерские лагеря В основном во время отпуска или по выходным дням Походы были длительными, почти ежедневными до ощущения усталости Подпитывалось это желание окружающими мальчиками Которые находились рядом на улице в метро При этом учащалось дыхание Туманилось в голове Сам процесс подготовки вызывал приятные ощущения Что проявлялось в половом возбуждении Постоянные мысли об объекте Состояние наготове от возможной эрекции Несмотря на то, что процесс поисков был безуспешным Возникло спокойствие Так как постоянно жил ощущением Что кто-то подвернется из мальчиков И все увенчается успехом В голове формировался идеальный образ мальчика Подростка, 12-14 лет Худенького, среднего роста, темноволосого Имеющий противоположные испытуемому черты характера Находясь даже в относительном уединении Придумывал сцены насилия Первые попытки в 1982 году были безуспешными Так как мальчикам удавалось вырваться И в то время еще не были отработаны Способы лишения жизни В последующем в процессе охоты Сформировался психологический портрет жертвы Согласно которому важными чертами является Жажда приключений Любопытство Отсутствие боязливости Осторожность Должный надзор со стороны взрослых Стремление к девиантным формам поведения Испытуемый в своих показаниях подчеркивает Что старается выбрать ребенка склонного к бродяжничеству Стремящихся к приключениям и куривших С таким ребенком легче вступить в контакт Можно было что-то пообещать Их исчезновение не сразу можно заметить Кроме того, как отмечал Головкин Ему менее жалко было убивать таких подростков Чем хороших благополучных мальчиков Сформулировал своеобразный тест-отбор Предлагал ребятам совершить кражу Кто соглашался, тот сразу попадал в число его жертв Внутренне он искал для себя способы самооправдания Выбор на необходимые средства для убийства Остановился на бинокле, веревке для удушения, ножах, кепках, платках и ремнях для связывания В 1982 году испытуемый окончил академию В период с 1982 года по 1993 год Большую часть времени работал на московском конном заводе номер один Характеристики с места работы носят противоречивый характер Так, в характеристике от 22 октября 1992 года Сообщается, что Головкин к работе относился исключительно добросовестно Ответственно Указывается, что испытуемый с особой любовью относился к животным Часами не отходил от них, вел трезвый образ жизни В то время отмечаются также характеристические особенности Как замкнутость и неопрятность В характеристике же от 5 ноября сообщается Что Головкин к исполнению своих служебных обязанностей Относился удовлетворительно Однако был безинициативен Нетребовательным, грубым Малообщительным, неряшливым Согласно показаниям директора завода Головкин очень болезненно относился к критике На замечания допускал резкие высказывания Заявлял, что это унижает его личное достоинство Производил отрицательное впечатление Имел неопрятный и затрепанный вид Был крайне неаккуратен в ведении племенного учета И сдаче отчета в бухгалтерию Сотрудники московского конного завода номер один Характеризовали его скупым, застенчивым, трудолюбивым, исполнительным Подчеркивают, что он всегда с большой любовью относился к животным и детям Отмечают, что всегда странился женщин В отношении с ними был безинициативен Пуглив при возникновении видимых интимных ситуаций Всегда находил предлог избежать их Поэтому некоторые сотрудницы считали его голубым Как следует из показаний Головкина В работе был безотказным и добросовестным Женщины его никогда не интересовали Он всегда подчеркивал, что еще не встретил ту женщину, в которую бы влюбился Особый интерес проявлял к селекции лошадей Так, при проведении осеменения лошадей Или ректальном обследовании Слишком долго задерживал руку в прямой кишке животного При этом он пел песни Чувствовал, что ему это доставляет удовольствие Рабочие конного завода также отмечали Некоторые странности Происходившие с испытуемым в процессе практики Искусственного осеменения лошадей Когда Головкин осеменял кобыл То глаза у него становились мутными Создавалось впечатление, что он находится под наркотическим действием Осеменял он обычно по 7-10 кобыл Тогда, когда другие специалисты делали по 2-3 Впоследствии он приходил на конюшню очень часто И днем, и ночью Несмотря на выходные, проверял кобыл на жеребность Он также очень долго держал руки внутри половых органов кобыл И с пристрастием ощупывал внутренности Глаза при этом у него начинали блестеть Практикантке, находящейся в этот момент неподалеку от Головкина Стало стыдно за его возбужденный вид Другие отмечали, что испытуемый Периодически был каким-то заторможенным К нему несколько раз обращались Но он никого не слышал Женщины-сотрудницы, проживавшие на территории завода В своих показаниях сообщали Что к Головкину они всегда относились с большим уважением И одновременно с чувством жалости Так как он выглядел всегда несчастным и голодным При случае старались накормить его и напоить чаем Совершенно спокойно оставляли ему своих детей При этом были в полной уверенности Что оставили в надежных руках Когда нашли тело мальчика в лесных далях То сотрудницы, разговаривая с Головкиным, возмущались Кто же мог такое сделать? И он их внимательно слушал и тоже возмущался Как следует из показаний испытуемого Начав работать на конном заводе Он подружился с мальчиками-подростками 12-15 лет Приходившими часто на конюшню Понаблюдать за лошадями Согласно показаниям свидетеля Олега Пасько С Головкиным он познакомился Когда ему было 14-15 лет Практически сразу возникли дружеские отношения Даже подчеркивает, что он даже к нему привязался Так как Головкин был знатоком своего дела Очень любил лошадей Много рассказывал об их поведении Характерах, привычках, работе на ипподроме Проведении скачек Головкин разрешал, в отличие от других зоотехников Присутствовать при осеменении лошадей И даже держать их На сексуальные темы он никогда разговоров не заводил В апреле или мае 1986 года Головкин предложил мальчику поехать в Кубинку Помочь убрать картошку Даже пообещал за это дать 10 рублей Но тот отказался, так как считал его своим другом Выйдя на платформе, углубившись в лес, где Головкин сказал, что обманул Никакую картошку убрать не нужно Что это был только предлог И, мол, он пояснил, что пригласил его посмотреть землянку Где находятся старинные уздечки и оружие И что нужно помочь перенести эти вещи для музея Которые он собирается организовать на территории кони завода При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-либо знал дорогу Для чего завязал глаза мальчику черным платком И руки брезентовым ремнем Долго водил по лесу Перелезал через какие-то кусты, бревна Чащу в пути постоянно интересовался, кому сообщал о их совместной поездке Притом спрашивал несколько раз Когда мальчик сказал, что о поездке знает его мать То Головкин посадил его на пенек и сказал, что скоро придет Минуты через две он вернулся и заявил, что их опередили Какой-то парень с дружками уже вытаскивают оружие из землянки И вероятнее нужно расходиться по домам Через несколько минут он развязал мальчику глаза и руки Попросил никому не говорить Позднее, спустя несколько дней, Головкин подходил И уговаривал поехать вновь с ним Однако он смотрел на него как-то странно Его взгляд насторожил Преследуя цель иметь в окружении себя подростков Головкин знакомился с ними по местам работы И, пользуясь взрослыми особенностями, втягивал их в распитие спиртных напитков Так, в период мая 1987 года по сентябрь 1988 года Головкин трижды в своей комнате на кончасти В поселке Горки-10 спаивал спиртным мальчика 1971 года рождения Заведомо зная, что он несовершеннолетний В январе по май 1989 года Он в том же месте систематически спаивал спиртом других подростков Которые еженедельно, не менее шести раз Приходили к нему в жилое помещение В конце июня, начало июля 1988 года Около 20 часов потерпевший возвращался с речки и встретил Головкина С которым был знаком Последний пригласил его в гости, где угощал спиртным А когда от выпивки ему стало плохо, предложил остаться переночевать Он разделся и лег спать Через некоторое время почувствовал, что Головкин раздетый лег к нему Из слов, которые он говорил ему, понял, что тот хочет совершить с ним насильственный половой акт В задний проход Он встал с кровати и хотел одеться Но Головкин стянул с него трусы и взял в рот его половой член Когда мальчику удалось вырваться от него, тот попросил никому об этом не рассказывать После этого инцидента мальчик к нему не приходил И никому не рассказывал о случившемся Мальчик до этого поддерживал с Сергеем дружеские отношения Ходил в гости, пил чай, слушал о лошадях И даже получил от Головкина в подарок книгу о них Из показаний других подростков, которые находились с Головкиным в дружеских отношениях Они рассказывали, что часто ходили к нему в комнату Смотрели телевизор, выпивали чего-нибудь При этом отмечали, что Сергей был очень осторожен Просил, чтобы они приходили вечером А также интересовался, видел ли кто-то из жителей Требовал, чтобы визиты к нему оставались тайной Однажды, когда через пять минут после их прихода На улице проехал мотоцикл Головкин вдруг заявил, что они привели хвост В комнате при этом у него всегда было грязно Причем банки и мусор валялись на полу Несмотря на то, что в углу стоял мусорный мешок В гараж, который находился в паре шагов от коттеджа С красным уголком, никогда не пускал Всегда старался найти предлог, чтобы они ушли от гаража То ему было нужно смотреть срочно лошадей То он придумал еще что-то Осенью 1989 года юный свидетель брал у Головкина Конский возбудитель для девочек Однако эксперимент завершился неудачно Нужный эффект не наступил Вместо сексуального возбуждения у девушек наступило расстройство желудка Когда об этом рассказал Сергею, тот пояснил, что препарат необходимо делать в инъекциях А не давать с пищей Весной 1990 года он предлагает этому мальчику совершить кражу наркотических веществ из ветлечебницы Однако, прежде чем идти на кражу, потребовал, чтобы тот разделся догола и сфотографировался Обосновывая свои действия как защиту на случай раскрытия готовящегося преступления И возможного шантажа со стороны жертвы К совершению кражи Головкин готовился очень тщательно Вечером перед кражей попросил вынуть все лишнее из карманов Пояснил, что если что-то из них выпадет, это может их раскрыть Затем Головкин дал ему перчатки В избежание того, что они могли оставить отпечатки пальцев Предупредил ничего не бить и не ломать Только подносить к окну ампула Однако, украсть ничего не удалось Так как не было ключей от ящика с лекарствами А взламывать Головкин не разрешил Зачем он изначально предложил эту авантюру И вцепился в этого подростка Таким образом, он хотел привязать к себе подростка Для того, чтобы лишить его жизни новым способом Так называемый комнатный вариант Хотел удушить его шнуром, лежа обнаженным на нем Смотря ему в глаза Согласно подлинной истории болезни Сергей в период с 1991 по 1992 год Трижды находился на лечении в больнице В связи с повреждением ключично-акромиального сочленения справа Из-за вывиха акромиального кольца правой ключицы Была проведена операция Со слов испытуемого известно Он получил травму при падении с лошади Ну а сейчас мы перейдем к преступлениям Головкина Еще раз напоминаю В данном сегменте будет приведена полная хронология Всех его преступлений С самыми мелкими подробностями Также они будут сопровождаться Комментариями самого Головкина Итак, длительное время Преследуя цель удовлетворения Своих извращенных половых влечений Путем лишения жизни мальчиков Садистским способом Головкин 21 июня 1984 года Около 17 часов вечера Приехал на станцию Гольцину Где пришел к месту расположения Пионерского лагеря Романтик И стал наблюдать за детьми Далее вы услышите показания самого Головкина В отношении этого преступления Желание убить какого-нибудь мальчика И увидеть его страдания в процессе убийства И получить при этом половое удовлетворение Мне кажется, возникло у меня давно С детства Со временем оно обострилось Я стал выезжать из дома В поисках объекта нападения И исполнения этого желания Искал места по территории Московской области Где находились дети И где можно было исполнить задуманное без помех Так однажды я оказался в расположении Пионерского лагеря Романтик Недалеко от поселка Голицына В Одинцовском районе Изучил при неоднократном посещении Лагеря места прохода Привычки детей и те лазики в заборе Через которые они выходили На территорию лагеря в лес В один из дней июня 1984 года Я вновь там оказался под вечер С собой я захватил нож И капроновую веревку Нож для того, чтобы припугнуть С его помощью свою жертву И завести ее в громное место А веревку для того, чтобы с ее помощью Можно было задушить Я стал следить за одной лазейкой в заборе И увидел, что за забор вышел паренек Сейчас знаю фамилию его Минин Он хотел, видимо, покурить Сел за кучу хвороста Я неожиданно подошел Предложил пойти со мной И выбрал для этого какой-то предлог Минин отказался И тогда я достал нож Схватил пацана за одежду Прекрасил, что если он не пойдет, убью его Он повиновался Веревкой он связал жертвы руки за спиной Закрыл глаза своей кепкой С надписью «Речь Флот» И прокрутил его несколько раз вокруг собственной оси И повел вглубь леса Подвел ребенка к дереву Набросил на шею заранее приготовленную петлю Другой конец веревки перебросил через ствол И потянул на себя Мальчик повис Захрипел Через несколько минут конвульсии полностью прекратились Выпал язык Половое удовлетворение я почувствовал именно в тот момент, когда стал его душить При подготовке к этому акту И сам процесс меня возбудили Произошла эрекция полового члена Я подождал Решив, что ребенок мертв Я снял с него петлю Положил тело на землю И у меня возникло желание раздеть труп докола Оттащил тело от дерева в другое место Раздел полностью А затем заметил, что мальчик замотал головой Тогда часть одежды вновь одел на него При проведении опознания по фотографиям Головкин опознал его, как свою первую жертву Потерпевший пояснил, что летом 1984 года В первую смену находился на отдыхе в пионерском лагере «Романтик» 21 июня под вечер сидел на бревне У проема в ограждении территории лагеря Когда к нему сзади подошел незнакомый мужчина Попросил пойти с ним до какого-то населенного пункта И помочь открыть дверь квартиры Он отказался Тогда мужчина приставил к его животу нож с дыркой в лезвии Пригрозил лишить жизни И повторил свое требование В лесу связали руки ему за спину Натянули на глаза какую-то кепку Стал водить по лесу Минут через 10-15 остановились Последовала команда лечь на землю И он почувствовал, как что-то сжимает шею Происходящее в дальнейшем не помнит А когда очнулся в темноте, обнаружил, что раздет Ночь провел в лесу, а утром следующего дня в одних трусах и рубашке вышел к лагерю При опознании категорично указал на Головкина Врач, который осматривал мальчика, нашел на нем следы асфиксии Из первых рассказов мальчика у преступника на руке были надеты часы С изображением звездочки на циферблате Давая показания сразу после произошедшего Выживший подробно описал приметы преступника Ветровку защитного цвета Темные брюки И резиновые сапоги Черную кожаную сумку на длинном ремне Застежкой молнии Нарисовал нож, с которым тот был Как показывали свидетели Длительное время работавшие с Головкиным Зеленая штормовка и резиновые сапоги были его повседневной одеждой Во время обысков, осмотров жилья и подсобных помещений Головкин Была найдена указанная одежда обвиняемого Сумка, кепка, часы Командирские со звездой на циферблате Обвиняемый не отрицал, что имел подобную одежду Предметы, в том числе самодельный нож Изготовленный им из полотна косы Указанные часы носил с 1982 года Эскизы ножа, выполненные потерпевшим и Головкиным, идентичны Первое лишение жизни Головкин совершил 17 апреля 1986 года В лесном массиве, вблизи поселка Катуар Дмитровский район, Московская область 20 апреля 1986 года В лесном массиве, вблизи очистительных сооружений Поселка Катуар, обнаружено тело Осмотр места преступления установил Первоначально тело мальчика лежало на животе Тело частично оголено Брюки и белье спущено До голеностопных суставов Куртка сдвинута с плеч В кармане куртки, коробка спичек Велосипед находится в 50 метрах от тела Еще дальше от него, в 70 метрах Обнаружена подберезы, переполненная соком банка В этом промежутке имелись следы колес велосипеда Около тела, на подтаявшем снегу Зафиксирована цепочка следов человека Уходившего к железной дороге С более четких отпечатков обуви Был изготовлен слепок Следующий случай был у меня 19 апреля 1985 или 1986 года У меня опять возникло желание кого-то убить И с этой целью на электричестве из Москвы Я прибыл на станцию Катуар Дмитровского района по Савеловскому направлению Я там до этого появлялся несколько раз той же целью Искал мальчиков В поисках мальчиков я пешком следовал от Катуара до Трудовой Местность там лесистая, безлюдная Кроме того, рядом поселок, футбольное поле, где ребята играют Место подходящее для совершения убийств Когда я прибыл в Катуар и пошел по дороге в лес, то меня на велосипеде обогнал парень-подросток В то время я был одет в черную куртку, темно-синие брюки, джинсы С собой была черная сумка из кожзаменителя с ремнем В сумке у меня лежали специально приготовленные для совершения убийства нож И капроновая веревка Когда я прошел по дороге дальше в лес, то увидел, что у дерева стоит велосипед Подростка рядом не было Велосипед был орленок или дорожный Я прошел вглубь леса и увидел, что он курит Под предлогом того, чтобы он дал мне спичек, я подошел к нему Когда он доставал спички, захватил его за одежду в области груди Достал нож Отвел его вглубь леса метров на двадцать И тогда впервые совершил развратные действия Я потребовал, чтобы он взял в рот мой половой член Он не знал, как это делается, поэтому я заставил его приспустить брюки Взял в рот его половой член и показал, как нужно сосать Никакого сопротивления он мне не оказывал Так был напуган По моему настоянию он взял в рот мой напряженный половой член Семенозвержения у меня не было Хотя удовлетворение от этой процедуры я частично получил После того, я под предлогом, что хочу совершить с ним акт можеложества Потребовал, чтобы он лег на живот, сложив на спине руки Я связал веревкой ему руки, чтобы он не оказывал сопротивления Затем с обнаженным половым членом лег на него Но акта можеложества совершать не стал Я накинул ему на шею спереди веревку и завязал простым узлом сзади Стянув таким образом петлю Держал его недолго После этого я оттащил его еще немного в сторону А затем спереди перерезал ему горло Был ли он жив после того, как его придушил или нет, мне сказать трудно Похоже, что он был в бессознательном состоянии Уже после этого я ножом сделал несколько надрезов на его мошонке При этом я получил удовлетворение в половом и психическом плане Тело этого мальчика я оставил со спущенными брюками и трусами В следствие убийства я по дороге пошел на станцию Трудовая Помню, что еще лежал снег И когда я по нему проходил, оставались следы На последующих допросах Головкин уточнил Что при преступлении использовал нож И обычную бритву с пластмассовой ручкой черного цвета Специально купленную для этой цели После преступления бритву выбросил Чтобы избавиться от улик Допрошенный в качестве обвиняемого Как при первоначальном, так и при окончательном Предъявлении обвинения Головкин свою вину признал Полностью и дал показания Аналогичные вышеизложенным И дополнил Второе преступление Головкин совершил 10 июля 1986 года В ходе следствия он показал Что к задуманному готовился тщательно С 1984 года Неоднократно приезжал к пионерскому лагерю Звездной И постоянно искал нужных, как он выражался, мальчиков Изучал местность, проходы с территории Привычки отдыхавших детей Сам старался не выходить из леса Наблюдал за всем в бинокль Ждал, когда сложится нужная ситуация Все необходимое – нож, бритву и прочее Также готовил заранее Во второй половине дня Выше упомянутого числа Головкин доехал на электричке до станции Честцовская Оттуда вышел к просеке И по ней к месту наблюдения Участку леса напротив проема в заборе у пруда Примерно в 18 часов С территории лагеря вышел мальчик 12-13 лет Он пересек идущую перед лесом полянку Зашел за деревья и закурил Заметив Головкина, тот попросил у него Дать сигарету Про запас И испугался, лишь когда увидел нож Без особого сопротивления привел мальчика к выбранному месту Связал руки Заставил скинуть сапоги Надвинул на глаза кепку И снял с него белье и брюки После совершения развратных действий Накинул на шею петлю и повесил на дерево Конец веревки обмотал вокруг ствола Чтобы зафиксировать тело примерно в 20 сантиметрах от земли В таком положении вырезал первым делом половой член с мошонкой одним фрагментом Разрезал тело вдоль примерно посередине от горла до лапка Еще наносил удары ножом Затем вынул тело из петли и здесь же отрезал голову ножом или бритвой Хотел снять скальп, делал надрезы на волосяной части А потом передумал, решив взять голову с собой Такое же желание возникло в отношении половых органов Тип мальчика вызывал у меня такой подъем Что я выполнил то, о чем мечтал и что хотел увидеть Держать в руках Мне в этот момент постоянно хотелось находиться с телом Проводить различные манипуляции и с ним что-то резать И получал от этого какое-то внутреннее удовлетворение Половое удовлетворение у меня наступало больше в процессе подготовки Я сложил половые органы в полиэтиленовый пакет Сунул в сумку, а голову понес прямо в руки Предварительно снял с трупа все веревки, чтобы никто не догадался, что на самом деле произошло Пока шел по лесу, все держался сомнениями, как я повезу голову домой Потом принял окончательное решение оставить ее в лесу Двигался в это время по просеке Когда все сомнения отпали, я запросил ее в деревья слева по ходу движения Доехал до горок десять, пришел к себе Застал пакет с вырезанными половыми органами Положил их в стеклянную банку и присыпал обыкновенной солью Законсервировав таким образом члены мошонку с яичками, я убрал банку в угол, чтобы ее не было видно Когда мне надо было их увидеть, брал банку и рассматривал Созерцая, я как-то успокаивался, получал внутреннее удовлетворение Наступало не возбуждение, а покой Я через два-три стал замечать, что половые органы стали синеть Цвет их у меня вызывал не те эмоции Растопил печкой, все это сжег Нож и бритву, если они были, потом выбросил Куда? Не помнит Тело мальчика было найдено грибниками 12 июля 1986 года Свидетели видели рядом с местом преступления сутулого мужчину с темными волосами Который ножом ковырял кору дерева Позже эти же люди опознали Головкина как того самого мужчину Головкин же в ходе следствия отрицал тот факт, что возвращался на место преступления Но в то же время пояснил, что длительный период после этого преступления был связан со страхом разоблачения Судебно-медицинская экспертиза показала, что телу мальчика было нанесено 23 колотерезанных ножевых ранения И помимо всех прочих ужасных подробностей отчета, интересным является наблюдение о способе отделения головы Тут было выдвинуто верное предположение, что душегуб имел определенное знание в области анатомии Когда Головкин ознакомился с записями эксперта, то сообщил, что нож у него был самодельный С небольшим ограничителем в виде металлической пластины Анатомию он знал, так как изучал эти дисциплины в Тимирязевской сельскохозяйственной академии Как указывали свидетели, Головкин хорошо владел и практиковал навыки разделки забитых лошадей и свиней Вплоть до снятия с них шкуры Хотя Головкин и утверждал, что полового акта с жертвами он не совершал Так как брезговал совершать акт в задний проход без презерватива В области прямой кишки были найдены следы спермы Что естественно указывало на обратное Этот случай также важен тем, что именно тут нашелся мальчик, который сообщил о том, что видел убийцу Даже разговаривал с ним Тот представился беглым заключенным Щеку его обрамлял шрам А на руке красовалась татуировка с кинжалом обвитым змеей И словом Фишер И сколько сил тогда ушло на поиски всех татуированных Фишеров Да, вот только вскоре выяснилось, что паренек хотел привлечь к себе внимание Тогда его легенда постоянно менялась и обрастала новыми подробностями Когда на него поднадавили, тот и признался, что нафантазировал все А Фишером злодей стал Потому что мальчик был увлечен шахматами И дал имя известного шахматиста Роберта Фишера Маньяк-убийцы Но слово разнеслось далеко И вот уже для некоторых областей Маньяк Фишер стал легендарной страшилкой Которые детишки пугали друг друга Головкин знал о своей славе И это его забавляло Позже ему придет в голову использовать это прозвище Для запугивания нескольких своих жертв Я не сказал, что Ну что они по счету 11 Сказал, Фишера слышали такого Вот я это и есть Осенью 1988 года Головкин покупает металлический гараж Буквально в нескольких метрах От коттеджа, где ему выделили комнату 1 ноября 1988 года Включительно Он приобретает машину ВАЗ-2103 Бежевого цвета В 1978-1988 годах Я ни нападения, ни убийств мальчиков не совершал Боялся Знал, что ищет человека, который убивает мальчиков Следующее убийство я стал совершать После того, как купил автомашину И гараж в корках 10 на территории кончасти, где я работаю Все последующие преступления я уже совершал с использованием машины и гаража Тогда же, при совершении актов мужеложества, он стал использовать вазелин и презервативы 23 сентября 1989 года, примерно в 18 часов вечера, Головкину железнодорожной платформы Перхушково-Одинцовского района Московской области Подобрал свою третью жертву Касаемое этого эпизода убийца заявил Мальчик был общительный Сказал, что зовут его Сергей Живет в деревне Крюково На вид он лет 10 Светловолосый Худой Небольшого роста Курил Желая заманить его в гараж Попросил помочь прокачать тормоза На что мальчик согласился С тем, чтобы ребенок добровольно спрятался в багажнике Предложил совершить кражу Но тот отказался Тогда Головкин пригрозил ему ножом Связал руки и положил в багажник Привезя ребенка в гараж Он раздел мальчика И совершил с ним развратные действия Брал половой член ребенка в рот А затем принудил к насильственному оральному сексу С окончанием После этого сказал мальчику, что лишит его жизни Хотел увидеть его реакцию Естественно, ребенок стал просить о пощаде Но Это было бесполезно, поскольку я жаждал убить Повесил его на тонкой веревке шнуре черно-белого грязноватого цвета из капрона Который должен находиться в гараже А может, его я разрезал и кусок принес в комнату Так как я уже рассказывал, планировал использовать его при случае, если удастся кого-нибудь заманить и попробовать совершить убийство В положении лежа на трупе Комнатный вариант После того, как мальчик лишился жизни Головкин сложил его тело в мешок И вывез в лесной массив Одинцовского района 24-й километр Второго бетонного кольца К указателю Звенигородское лесничество Во время глумления над телом Нанес ему множество ударов ножом В различные части тела Вскрыл грудную брюшную полости Извлек внутренности и вырезал половой орган Также наносил удары ножом в голову С целью вскрытия черепа Заметил, что при нанесении одного из ударов В лобную часть Кончик ножа отломился И остался в черепе Кроме того, Головкин признался, что забрал у мальчика часы А в кармане его одежды нашел ножик с зеленой ручкой Его выбросил в лесу возле захоронения останков В выкопанной им яме Скелетированные останки будут найдены только 26 июля 1990 года Благодаря схеме, нарисованной самим Головкиным 30 июля 1990 года При судебно-медицинском исследовании Из черепа был извлечен кончик ножа В субботу 11 августа 1990 года Около 18 часов Головкин у железнодорожной платформы Перхушкова Заметил подростка по виду 12-13 лет С матерчатой сумкой в руке Который купил у платформы цветы Направлялся по дороге и жестами останавливал попутный транспорт Под видом приезжего Головкин подъехал к нему Посадил в машину Выяснил, что ему нужно к родственникам во Власиху А для подстраховки завел разговор О возможности совершения совместной кражи Он отказался наотрез Уговорил его заехать в гараж Лишь под предлогом устранить дефект тормозов Ему хотелось привезти мальчика именно туда Так как к тому времени он уже оборудовал бетонный погреб Где находились все его пыточные приспособления Для его экспериментов по лишению жизни В которых ему не нужно было беспокоиться о возможных свидетелях Заехав в гараж, тут же закрыл дверь Достал нож Заставил спуститься в покреб И полностью раздеться Разделся сам Принудил коральному сексу Далее, используя презерватив Совершил акт насильственного мужеложества После чего связал руки шнурками И повесил на металлической лестнице Специально в бетонированные В качестве перекладины в стене Для удавки использовал бело-голубой канат Пик своего удовольствия Головкин испытал в моменте Подготовки места повешения И в моменте огонь жертвы Через 10 минут Головкин взял тело из петли И повесил его за ноги Подставил металлическую ванну Ножом отделил голову Слил кровь Далее уже привычно препарировал тело В этот раз добавил к привычному ритуалу Глумление над лицом мальчика Отделил уши, нос После отделил руки в плечевых суставах Ноги в тазобедренных и коленях Туристическим топором Рубил туловище Поперек позвоночника Вдоль крестца На 4 части Все это он делал без спешки Чувствуя себя свободно Он ощущал эмоциональный подъем И половое удовольствие Расчленяя тела Он также преследовал и другую цель Разделенные тела Было гораздо более легче прятать Здесь же впервые попробовал на вкус человеческое мясо Вырезал с ноги или с поясницы мышечную ткань Обжарил на паяльной лампе И съел Находился в погребе не менее 4 часов От совершенного деяния насытился Через 2 дня останки вывез снова к указателю Звенигородское лесничество Но унес в лес далеко от дороги Закопал лопатой с отрезанным черенком Яму замаскировал деревом Туда же сбросил букет цветов, одежду и личные вещи Сумку с литровой банкой варенья уничтожил По другим же данным оставил себе Проверяя карманы одежды обнаружил 10 рублей Которые забрал и истратил на свои нужды На память оставил в подвале отделенную голову потерпевшего Снял с нее кожу, волосы, извлек мозг Выжиг паяльные лампы мягкие ткани Которые также выжигал кровь в ванночке Обработанный череп он какое-то время хранил в гараже И использовал для запудивания других жертв Позже разбил его на мелкие кусочки И высыпал их на опушке леса Головкин позже также рисует схему Которая должна была привести к захоронению останков мальчика Но увы, в указанном месте ничего найдено не было На фотографиях обвиняемый также показал Куда высыпал останки черепа Обвиняемый показал, что использовал два ножа Самодельный, который смастерил из напильника И один из двух купленных им охотничьих ножей Эти ножи он использовал и при последнем преступлении А также при разделе падших лошадей 6 ноября 1990 года Головкин совершает двойное убийство Вечером около 21 часа На московском шоссе Возле автобусной остановки «Институт» Головкин заприметил двух мальчиков Ребята попросили подвезти до военного городка Оба были худые, светловолосые Один был постарше, другой помладше Одеты были по сезону Запомнились шапка-петушок Куртка У кого-то был полиэтиленовый пакет Где находилась коробка с карточками Правил дорожного движения В отличие от предыдущих жертв Эти двое быстро согласились на предложение О краже сигарет на даче Добровольно залезли в багажник машины Чтобы их никто не заметил Машина уже по отработанной схеме Заехала в гараж Там под угрозой ножа ребята разделись И дали возможность связать им обоим руки С целью запугать еще более Назвался им Фишером Лишающим жизни детей В качестве подтверждения своих намерений Продемонстрировал им ранее описанный череп Добившись желаемого результата Головкин Совершил с каждым акт мужеложества Принуждал к оральному сексу И заставил проделать это друг с другом Они были запуганы И безропотно выполняли все его приказы Первого повесили на металлической лестнице Выбив ударом табуретку у него из-под ног То же самое проделал со вторым мальчиком Предварительно принуждая повторно к оральному сексу И прижигая тело паяльной лампы Для испуга Тела детей упаковал в два мешка Третий использовал для одежды У меня было такое приятное чувство Как будто я сделал что-то хорошее Как бы выполнил свой долг Далее Головкин пояснил Что на следующий день 7 ноября Вывез на автомобиле тела к заветному указателю На месте вновь возникло желание Манипулировать телами Использовал охотничий нож с серой ручкой Разделал оба тела Одежду ребят и пакет с карточками Сжег на костре Оставил себе на память кольцо И два автомобильных ключа Позже Головкин с точностью показал На место захоронения подростков Ключи которые он взял на память Приделал к замкам своей машины 22 августа примерно в 14 часов Головкин с целью поиска очередной жертвы Приехал в село Успенское На остановке контора конезавода Увидел одного стоящего мальчика 10 лет Мальчик представился в разговоре с жителем поселка Горки 10 Сюда приехал в школу на практику Предлог для замания был использован прежний Он согласился и залез в багажник А затем уже в гараже Под угрозой ножа заставил раздеться Взять в рот мой половой член У меня произошло семяизвержение Потом совершил акт мужеложества После этого связал ему руки И повесил в петле Но через некоторое время снял Мальчик был в бессознательном состоянии Но живой, так как шевелился Тогда я привязал его ноги И подвесил головой вниз Затем подставил ванну И с помощью ножа перерезал ему горло И спустил кровь В этом положении тела бил ножом в спину Продолжая удерживать труп в прежнем положении Сделал надрезы кожи в области плечевых костей рук Голени ног и стал снимать с него кожу Местами я кожу изнутри подрезал А местами просто сдирал В общем, снял кожу единым лоскутом И изнутри посыпал солью Которую специально для этой цели Принес конюшни манежа Это я сделал для того, чтобы подольше сохранить кожу Просто я решил попробовать, что получится До этого таким образом снимал шкуры спавших лошадей Обвиняемый также потом добавил Что перед повешением кончиком ножа Нацарапал на груди у мальчика Нецензурное слово Это будет проделано несколько раз с другими подростками Таким образом он ставил на своих жертвах своеобразное клеймо И унижал их От этого испытывал чувство превосходства Чем больше жертва вызывала у меня симпатию Тем больше мне хотелось манипулировать с ней С ее телом Больше резать и вырезать Головкин сложил кожу в бочку с солью Для сохранения и последующего созерцания Половой орган и органокомплекс На следующее утро вывез в лес Недалеко от поселка Горки-10 В районе санатория Поляны Через 2-3 дня Засоленные части тела стали покрываться плесенью Отвез их в то же место и закопал рядом Останки были найдены 13 октября 1991 года Череп, две стопы, части голени, внутренние органы Кожа снятая единым лоскутом И присыпанная солью со стороны жировой клетчатки Тазобедренная кость с фрагментами позвоночной кости Волосы Очень любопытно, что об этом преступлении Головкина В одной из передач по ТВ рассказал наш старый знакомый Юрий Дубягин Это редкий случай, когда на телевидении о деле серийного убийцы Говорят до его фактической поимки Что это за мальчик? Значит, в октябре месяце прошлого года В Одинцовском районе Где, кстати, в 86-м году зверски были убиты дети И преступление не раскрыто Это тоже совпадает где-то одним из нюансов А будем ли мы расстреливать маньяков? И, так сказать, нужна ли нам высшая мера наказания? Так вот, нашли не только его костные останки А кожа, которая была засольна и выделана Причем выделана профессионально Вы представляете? И, ну, я не думаю, что этого человека Надо на какой-то срок посадить, чтобы он перевоспитывался В 1992 году следственную группу по делу Удава Возглавил старший следователь при Генеральной прокуратуре Евгений Бакин Оперативную работу же возглавил Владимир Цхай Старший оперативно-уполномоченный Главного управления уголовного розыска Как говорят, эти два профессионала Понимали друг друга с полуслова, дополняя один другого У Бакина же при этом уже был опыт работы с серийным убийцей А именно Андреем Чикатило Следствие по делу Удава шло уже параллельно с Чикатило Когда мой товарищ Володя Данилов, который должен был ехать На лесополосу вернулся с Камчатки Ему и достались московские эпизоды Пропадали дети, находили одни кости Криминалисты стали эти эпизоды объединять Стало ясно, что это уже серия, но почерк был другой Удав отличался тем, что у него все жертвы были мальчики А Чикатило был комбайн Сначала были бродяжки, женщины, потом мальчики, дети Двойные убийства у матерей с детьми Некоторые эпизоды переплетались, были похожи Но две группы работали в одной следственной части В одних кабинетах Была координация Дело по Удаву я вел как руководитель группы Сменил товарища, который ушел на другие дела Когда мы отправили в суд дело товарища Чикатило Было уже много других громких дел в следственной части Уже шло дело ГКЧП До поимки Одинцовского фантома оставалось совсем немного времени Этот кошмар должен был закончиться 21 апреля 1992 года Головкин заманил еще одну жертву в свой подвал Давая показания по этому делу, тот заявил, что запомнил дату преступления Потому что следующий день, 22 апреля, день рождения Ленина Подросток стоял на дороге и жестом остановил машину На вид ему было около 16 плотного телосложения Одет в зимнюю куртку, джинсовые брюки и кроссовки Просил довезти до Николиной горы и сел на переднее сидение машины В пути остановились оправиться В этот момент мальчик достал нож и попросил Сергея покинуть машину Головкин отобрал у него нож и твердо решил, что поедет с ним в гараж Зная, что тому нужны деньги, предложил по старой схеме ограбить дачу Пояснил, что для обсуждения плана нужно съездить в гараж Тот поверил и согласился залезть в багажник Чтобы быть незаметным, под угрозой ножа еще один подросток спустился в адский подвал После совершения актов мужеложества в разных формах Головкин причинял особые мучения и страдания несколько часов к ряду Подвесив на ремнях за подмышечные впадины Прижег огнем паяльные лампы лицо и волосы на лапке Перетянул шнуром половой орган и, дергая за концы веревки, раскачивал тело Надевал на голову полиэтиленовую перчатку, которую использовал при осеменении лошадей Несколько раз перекрывал доступ воздуха Получал удовольствие от вида задыхающегося мальчика Затем он накинул на его шею петлю и сказал, что лишит его жизни, чтобы посмотреть на его реакцию Как и остальные, мальчик буквально умолял Головкина не убивать его Обещал сделать все, что угодно и привезти кого угодно, но это было бесполезно Преступник повесил его на перекладине лестницы, предварительно заставив встать на табуретку, которую выбил у него из-под ног После мучений жертвы Головкин подвесил тело низ головой за ноги Отделил голову, спустил кровь, отделил конечности, скрыл брюшную полость Но не так как всегда, а по кругу, по концам ребер вместе с половым членом На легких сделал надрезы так Интересно их было посмотреть А дальше все по старой схеме Пожалуй, примечательным в этом случае является то, что при разделении тела Преступник использовал нож, который отобрал у жертвы А также топор Одежду подростка Головкин сжег А остатки выбросил рядом со своим гаражом Останки вывез в район 23-го километра второго бетонного кольца И выбросил в лесном массиве Где в четырех метрах от указанного обвиняемым места Будут обнаружены фрагменты ребер, позвоночник и другие части человека На следующем дополнительном осмотре был найден и череп Головкин также показал, что из карманов одежды подростка взял на память Осколок стекла красного цвета У цели хранения пояснил Что касается предметов, которые я забирал у убитых мною ребят То делал это из суеверия, что ли Использовал их в качестве амулетов Кроме того, эти предметы напоминали мне о том, что я сделал с их владельцами В комнате Головкина был обнаружен и изъят осколок красного стекла Обвиняемый опознал его Среди прочих предъявленных осколков цветного стекла Также из любопытного На плетеном шнуре, изъятом из комнаты Головкина Были найдены его лобковые волосы Давая пояснение по этому факту Он показал, что подвешивал за руки живого мальчика Привязывал его половой орган шнуром и дергал После его гибели подобное проделывал с собой Я хотел испытать, что чувствовали мои жертвы от подобных манипуляций Но главная цель, которую я преследовал Это еще раз представить в своем воображении убитых мною мальчиков Я представлял себе то, что делаю эти манипуляции с их половыми органами И получал от этого удовлетворение Он уточнил, что моральное, не половое На последующем тройном убийстве закончилась кровавая серия удава Это было так 14 сентября 1992 года От станции Жаворонки На своей машине он подъехал к четырем мальчикам Один из которых был его знакомым На следующий день 15 сентября Около 19 часов У той же железнодорожной платформы Посадил машину этих же ребят Но уже без знакомого Несмотря на то, что детей было трое Решил, как обычно, под предлогом совершения кражи Заманить их в гараж и лишить жизни В гараже закрыл дверь на засов И предложил спуститься в подвал Обсудить там детали совершения кражи В подвале, угрожая ножом, потребовал Чтобы мальчики разделись Разделся сам Желая посмотреть на их реакцию Сказал, что он и есть тот самый Фишер Что будет поочередно их убивать И что с ними у него уже будет 11 тел Дети стали просить о пощаде Он же связал им руки И каждого принудил к насильственному оральному сексу Затем совершил акты насильственного мужеложества После по очереди начал выполнять свои страшные обещания На глазах двух мальчиков повесил их друга Затем поставил ультиматум мальчику Что если он не выбьет табуретку У товарища из-под ног Будет на его месте Мне интересен был сам процесс этих действий Их унижение, подчинение моей воле Мне наступал эмоциональный подъем от увиденного Какое-то самоутверждение Этим же я руководствовался Когда стал по очереди их вешать на глазах Друг у друга Они не могли мне препятствовать В глазах был один испуг Тело ребенка он повесил головой вниз И стал разделять на части С исключительным цинизмом демонстрировал Оставшемуся в живых мальчику Нутренние органы его только живого приятеля Тот ничего не говорил Лишь отворачивался Закончив с расчленением одного Я заставил другого пососать еще раз Мой половой член По-моему пытался совершить с ним акт мужеложества Перед тем, как совершить убийство Я повесил его с помощью веревки за руки на крюку При этом использовал кольцо металлическое Которое затем обнаружили в моем рабоцком ящике Я его надел на крюк и сделал петлю Надел ему на шею и пропустил через это кольцо Все это я сделал с тем, чтобы придушить немного его Если вдруг он вздумает кричать Закончив все эти приготовления Я сообщил ему, что сейчас буду у него на груди Выжигать нецензурное слово Во время выжигания этого слова Он не кричал, шипел от боли Затем я его повесил на веревке Сине-белого цвета Было уже утро В тот же день обвиняемый вивез тела А также органокомплекс И половые органы В лесной массив Одинцовского района На 57-м километре Можайского шоссе Где в процессе глумления над телами Погибших отделил от тел конечности Нанес не менее 6 колото-резанных повреждений В брюшную область и вскрыл ее Скальпировал кожу головы Вырезал мягкие ткани левого бедра Извлек глаза В другого скрыл брюшную полость Отделил голову и руки Вырезал участок кожи с лица И удалил глаза Остальные части тела Головкин через сутки Вывез в свое привычное место Где перед тем, как выбросить их Срезал кожу с лица После ликвидации детей Осмотрел карманы их одежды Взял себе 25 рублей Которые потратил на свои нужды Снял цепочку с небольшими иконками Одна из которых была покрыта зеленой эмалью У какого-то из мальчиков были ключи Одежду ребят вместе с мешками Сжег на своем садовом участке Одну цепочку, крестик, две иконки И ключ через несколько дней Выбросил возле платформы Беговая Вторую цепочку оставил себе И носил ее на шее После задержания бросил в туалет Одинцовского ОВД При проверке показаний обвиняемого на месте В районе станции Чистцовская Уже в зимних условиях Головкин в лесу между указанным им местом И фактическим составило 4 метра От детальных отчетов со стола экспертов В области судебной медицины Волосы встают дыбом Настолько явный пример некрасадизма Нужно еще поискать Юный свидетель вскоре загнал удава в капкан Из которого он встанет на дорожку Прямо к своей погибели Мальчик дал показания о том Что накануне, 14 сентября Он вместе с приятелями Ездил в Москву играть На игровых автоматах Обратно возвращались вечером электропоездом До станции Жаворонки Откуда до дома их На машине подвез знакомый дядя Сережа Который, несмотря на всю свою положительную характеристику Полностью подпадал под криминальный образ За ним началась слежка Да вот только неудачная Преступник затаился Будто знал Что за каждым его действием следят 19 октября 1992 года При допросе в качестве свидетеля Головкин Отрицал знакомство с погибшими И причастность к их лишению жизни Но сознался, что вечером 14 и 15 сентября Приехал на машине к станции Жаворонки Есть разные версии того Как именно Головкина удалось расколоть Но вот ту, что указано в документах Мы видим впервые На следующий день Продолжая упорно отрицать Причастность к лишению жизни Трех мальчиков Он дал показания О совершенном им убийстве 21 апреля 1992 года В своем гараже Жителя поселка Горки-10 Другого несовершеннолетнего Скрывая истинные мотивы преступления Он объяснил свои действия ответной реакции На попытку погибшего ограбить его При проверке показаний на месте Головкин указал на костные останки жертвы На указанном участке На основе указанных материалов 20 октября 1992 года Головкин был задержан В качестве подозреваемого И 22 октября взят под стражу Однако обыски и осмотры собственности Головкина Дали исчерпывающие доказательства У его причастности к целой серии Зверских лишений жизни детей Примерно где-то в то же время Преступник попытался смыть в унитаз Цепочку одной из последних жертв И совершить самоубийство Используя кусок стекла Попытка, впрочем, неудачная В ходе обысков и осмотра гаража Погреба, жилых помещений Машины Головкина Были изъяты различные веревки В том числе канаты бело-голубого цвета С петлями на концах Ножи, некоторые из них самодельные Тряпки, которыми Головкин вытирал кровь подростков 11 нераспакованных презервативов И упаковка уже использованных Вазелин Металлическая хозяйственная ванная С явными следами крови Туристический топор Лопата с укороченным черенком Матерчатая сумка грязно-белого цвета Две паяльные лампы Большая и маленькая Металлический ремень с двумя петлями Куртка штормовая В которой Головкин иногда разделывал тела На ней сохранились пятна крови некоторых жертв Табурет, ящик рыболовный Куски и проволоки Разбитый стеклянный медицинский шприц С присохшим волосом И перчатка для осеменения лошадей Изначально Головкину было предъявлено обвинение В совершении 13 убийств мальчиков Однако доказать удалось лишь 11 На допросах Головкин подробно описывал все, что сделал И не пытался отказаться от своих показаний Приводим для вас специально фрагмент стенограммы Протоколов допроса Головкина В кинотеатры ходить не люблю Я ходил ранее в кинотеатры, когда учился в академии В основном я любил комедии На сеансы в основном ходил в компаниях студентов Ходил ли я в кинотеатры самостоятельно, не помню Когда стал работать, то в кинотеатры ходить перестал В основном из-за занятости С января по июля я с утра до вечера занят на случках и осеменении кобыл А если выпадало свободное время, то я предпочитал смотреть телевизор Читать книги я тоже не люблю Помню, что читал книги, когда лежал в больнице в 91-м году После падения с лошади Из периодических изданий я читал журнал коневодства И газету «Московский комсомолец», которую выписывала моя мама Еще она выписывала газету «Аргументы и факты», которые я тоже читал То есть я читаю то, что выписывает моя мать Другими изданиями не интересовался Если честно сказать, то у меня только один интерес К поискам и убийствам мальчиков Другие занятия меня мало интересуют Поэтому в летний период я не имел желания идти в кинотеатр или на другие развлечения Если в летний период у меня выпадало свободное время То я отправлялся на поиски мальчиков для убийства Когда наступало холодное время года и выпадало свободное время Я в основном смотрел телевизор или спал Выделить какие-то передачи я не могу Мне нравился московский телетайп и хроника происшествий Фильмы ужасов я никогда не видел и не испытывал желания их смотреть В кинотеатры ходить не люблю В ходе следствия вы давали показания, что после расчленения убитых вами мальчиков в подвале Вы сжигали кровь из детской ванны с помощью паяльной лампы У вас в гараже были обнаружены две паяльные лампы Одна большая, другая маленькая Какую из них вы использовали для этих целей? Обе эти лампы были у меня постоянно в основном в гараже, вверху и по мере надобности То есть, когда я совершал убийство, я спускал вниз В основном для выжигания крови я использовал большую паяльную лампу Маленькая, как правило, была для обогрева, да для пыток Если можно так напрямую выразиться Я имею в виду, что когда на груди одной из жертв я выжигал нецензурное слово проволокой То использовал маленькую лампу для накаливания проволоки Еще раз помню эту маленькую паяльную лампу Я использовал для прижигания другого мальчика Подставлял ее к телу По-моему, к боку он одержал недолго Так, для испуга, чтобы он от боли не закричал Когда я это делал, крови у мальчиков не было Так как этих ребят расчленял не в гараже подвале, а в месте их захоронения Я понимаю, почему вы спрашиваете про лампы Видимо, на них могла остаться кровь ребят Поэтому сразу хочу сказать, что кровь на данных предметах могла остаться только тех моих жертв Которых я разделывал в гараже То есть четырех подростков Паяльные лампы как атрибуты для убийства я использовал только в этих случаях При расчленении других моих жертв паяльные лампы не использовал Так как в этом не было необходимости Расчленял я их всех в лесу Когда я выжигал нецензурное слово на груди у мальчика Использовал ту же мягкую проволоку, которую связывал руки некоторым своим жертвам Проволоку я накалял в пламени паяльной лампы до красна То есть до такой температуры, чтобы нагретая часть начинала светиться красным цветом Проволока при этом не расплавилась Я загнул кончик отрезка проволоки в виде небольшого участка сантиметра 3 длиной Именно этот изогнутый участок проволоки я и нагревал А потом приставил к коже груди жертвы Получалось так, что для выжигания каждой буквы мне приходилось накалять проволоку и прижигать кожу несколько раз При этом на коже оставался белый след Слово, которое я выжиг, состояло из трех букв и обозначало половой член Пока Головкин находился в СИЗО, он поддерживал контакт с матерью Вот, например, его письмо, написанное в откровенно жалобном ключе Здравствуй, дорогая мамулечка Вот и вылезла наружу самая страшная тайна Видишь, каким я оказался мерзавцем Все началось давно, еще в школе Тогда это были только мечтания, а потом по мере выявления возможностей Появилось и желание использовать эти возможности Да что углубляться в подробности, тебе они наверняка уже известны Я понимаю, да и раньше понимал, сколько горе могу причинить тебе и всем родным Но ничего не мог с собой поделать Фишер благодарил мать за передачку И говорил, что, как одел домашнюю одежду, почувствовал себя дома И также благодарил за адвоката И переживал, что за него будет нечем платить Давай подумаем о главном и рассудим трезво Мне стыдно Стыдно писать это письмо Стыдно получать передачи Я чувствую себя, как инопланетянин У всех людей есть жены, дети, любящие женщины Можешь представить себе, как можно находиться в одном обществе с людьми У которых такие же дети, как я убивал Я думаю, ты со мной согласишься Такие преступления не прощаются Их нельзя прощать У меня сейчас единственная надежда на то, что признают отклонение в здоровье Это будет для меня хоть какая-то реабилитация Если нет, то жизнь теряет для меня дальнейший смысл Я все равно уже человек конченный Может, лучше тебе отказаться от меня Когда все факты были установлены 2 июня 1993 года Сергей Головкин отправился на судебно-психосексологическую экспертизу В институт имени Сербского Где врачам представилась возможность изучить беспрецедентного монстра И несмотря на отклонения в виде садистического и некросадистического комплексов Головкин был признан меняемым Так как он совершенно четко понимал, что он делает У него хорошая память на даты, лица, события и время Он мог контролировать себя и свои позывы Так как по своим собственным утверждениям Мог делать паузы и не искать мальчиков Из-за страха быть пойманным Это и его заявления о осознании неправильности своих действий Полностью дают понять, что Головкин вменяем И может нести полную ответственность за совершенные им преступления В конечном итоге Головкин предстал перед судом Который было решено проводить в закрытой форме Так как подробности гибели детей были чрезвычайно жестокими И в конечном итоге судебной коллегии было принято во внимание следующее Все преступления были совершены из низменных побуждений Имелись тяжелые последствия Повлекшие за собой гибель 11 детей Умершленных с особой жестокостью и издевательствами Также преступления были совершены В отношении малолетних и несовершеннолетних детей Которые были беспомощны и не имели возможности Дать отпор преступнику В связи с этим судебная коллегия Сочла разумным приговорить Головкина Сергея Александровича К исключительной мере наказания Смертной казни Гараж убийцы, как и машина Были сожжены до тла разгневанными людьми Подвал же завалили мусором И после установили стихийный бетонный мемориал В память о жертвах Сейчас же, насколько нам известно Там ничего нет Дом, который показали в выпуске «Следствие вели» Не находится на месте, где стоял гараж А лишь рядом с ним Личные вещи Головкина позже выставили в музей МВД Москвы Рядом со стендом, посвященным Чикатило и Пичушкину После вынесения приговора Убийца отправился в Бутырскую тюрьму Для ожидания проведения приговора в исполнение Там он вел себя спокойно Состоял в приятных отношениях с убийцей-рецидивистом Борисом Голубевым Когда в день рождения Головкина Всплыла новость о том, что его апелляция была отклонена Он никак не отреагировал Просто пошел спать В последнем интервью, которое было взято у Головкина Находящегося в камере смертников Нет на самом деле никакого раскаяния Лишь жалость к себе Ему жаль, что его поймали Что он больше не сможет удовлетворить свою похоть И садистские фантазии Лишь старается не думать об этом То, что Сергей ушел в религию Можно объяснить несколькими способами Первое, это показательное раскаяние Попытка доказать себе и окружающим Что его волнует происходящее И он стыдится этого И таким образом ищет возможность Снизить уровень неприязни окружающих к себе Или, что тоже немаловероятно Головкин боялся предстоящего наказания И пытался спастись у веровов И каясь за содеянное Из принципа, мол Если сейчас во всем буду раскаиваться и молиться То все мне проститься И хоть там, после смерти Обрету покой Но оба варианта в данном случае Несут жалостливый и обреченный характер Говорят, что казнь Головкина стала последней в России Однако подтвердить или опровергнуть это невозможно Вся информация об исполнении Смертных приговоров в первые годы Существования Российской Федерации До сих пор засекречены Правозащитница Ева Меркачева В своей статье называет Две наиболее вероятных даты казни Фишера 2 августа или 2 сентября 1996 года Введенный ради вступления России В Совет Европы Мораторий Начал действовать только с 16 апреля 1997 года А за эти 7 месяцев В расстрельных изоляторах страны Могли оборваться жизни еще пары десятков человек Скорее всего мы имеем дело с легендой Созданной ради красивых заголовков Но пусть будет так Ну а закончить рассказ О жизненном пути убийцы Мы бы хотели строками из книги Павла Кузьменко Серый бетонный пол был покрыт мелкими трещинами времени В одном углу имелось квадратное отверстие С деревянной крышкой Крышку подняли Спускаться в ярко освещенный бетонный подвал Надо было по железной лестнице Как выглядит ад Головкину было известно давно Небольшое квадратное помещение Скоба в потолке Через нее перекинута веревка Закрепленная в конце За бетонированным стену С краю спускается другая веревка Из синих и белых нитей На веревке уже приготовленная петля-удавка Под ней колченогая табуретка Все остальное также готово Паяльная лампа для опаления волос Накаленная проволока Для написания разных слов на груди Нож и топор для разделения Крупная кормовая соль для консервирования И ванна Глубокая жестяная оцинкованная ванна Со слоем бурого порошка на дне толщиной в ладонь Из темноты, прячущейся по углам На преступника смотрели 11 кровавых мальчиков Они так и останутся у него в глазах Перед тем, как мы перейдем к психическому статусу Давайте поговорим о том, что было после Головкин тут и там мелькает в книжных сборниках По криминалистике того же Дубядина О нем написана наполовину художественная книга Павла Кузьменко Которая наполнена истинными фактами И домыслами самого Кузьменко Но главным ужасом и провалом Является книга Елизаветы Бута Которая в принципе является Пересказом книги Кузьменко И ее домыслами Но самое главное, что в книге присутствуют откуда-то взятые Совершенно непонятность неба Факты о том, что какой-то трогательный разговор отца с сыном О том, что роды продолжались очень долго И, естественно, у этой книги нет ни одного источника Поэтому настоятельно вам ее не рекомендую Ну и, пожалуй, лучшая книга о Головкине Без которой этого видео бы не было Документация «Маньяки Москвы» Это буквально сборник всех документов по делу Очень ценная книга Очень жаль, что ее можно найти сейчас Лишь в библиотеках И репринтов не предвидится Его вместе с книгой Кузьменко Использовали и авторы всем известного сайта Serial Killers Для проекта Фишер Однако не в полном объеме Ну а сейчас мы переходим к психическому статусу Итак, хочу сказать Я читал психиатрическую экспертизу Головкина Которую составили в Институте Сербского Вы можете также с ней ознакомиться Загляните в список источников к данному ролику Здесь я хочу все же выразить свое собственное наблюдение Откуда пошло его отклонение Довольно часто в комментариях под нашими роликами Вы пишите, что у вас тоже было трудное детство И маньяками вы не стали Но давайте мы не будем забывать Что каждый человек индивидуален И воспринимает все по-разному Головкин, как хорошо подметили психиатры из Сербского Удивительно сочетает в себе эмоциональную холодность И при этом гиперчувствительность в отношении себя Он злопамятен Исходя из всех собранных показаний У меня сложилось впечатление Что отец и запустил в Сергея Первичные элементы дефекта Для него это воспринималось таким образом Что взрослый, более сильный человек доминирует над ним При этом он никогда не мог ему противостоять Это касается и тычков, и сдевок, и тех самых водных процедур Отец таким образом продемонстрировал юному Головкину Что подобное поведение не только норма Но и всегда остается безнаказанным Позвольте предположить Что это и стало первым позывом К фантазиям о доминации Вспомните себя Может у кого-то из вас в детстве Были похожие мысли Которые с возрастом обычно притупляются Меня обижают взрослые Относятся ко мне несправедливо Вот если бы я был таким сильным Я бы показал Или ваше первое разбитое юношеское сердце Когда в вас формируется комплекс стремления Доминировать над вашим бывшим или бывшей И в вашу голову приходят всякие негативные мысли У Головкина в школе все только усугубилось Он мечтал быть лидером Но в силу своей мягкости и стеснительности не мог Желание к доминированию и контролю над одноклассниками Работает ровно по тому же принципу, что и с отцом Желание быть сильнее, иметь определенную власть и авторитет над другими В своих фантазиях Головкин проводил большую часть времени Благо одиночество дает очень много свободного времени для этого Ранние эпизоды мастурбации и связь с мечтаниями о доминации И со временем это все в его мозге стало неразделимым И все это подпитывало его мстительную натуру Поскольку он никак не мог реализовать свои грезы Он начинает вымещать это на животных Зоосадизм, однако, не пришелся ему по вкусу Кошки все-таки не могли в его глазах осознать, что с ними происходит в моменте Почему это происходит Поэтому человеческое существо является приоритетным в этих мечтаниях Примерно тогда он уже понял о том, что это ненормально Пытался бороться с импульсами уже привычной зависимости С его слов вполне успешно Но случай с подростками, которые избили его Просто зажгли в нем это примитивное пламя вновь и с новой силой И он окончательно решился А что было дальше, вы уже знаете Когда мы говорим о личности Фишера То невольно поражает, насколько он был серой личностью Это выражение как нельзя лучше подходит под его описание Его гиперфиксация на сексуальных извращениях и садизме Полностью ограждает его от получения удовлетворения От каких-либо повседневных вещей Которые приносят нам с вами здоровое наслаждение Общение, чтение литературы, просмотр кино, путешествия и прочие хобби Его не интересовали Его ритм жизни в поздние годы состоял лишь из походов на работу Просмотр телевизора, нападения на детей и сон Сергей это ярко выраженный садист Причинение жертвам особых страданий и мучений было его главной целью В эти моменты и в моменты подготовки к преступлению Получал наибольшее удовлетворение Как моральное, так и сексуальное При этом примечательно то, как объекты симпатии Головкина Исходя из его же показаний Вызывали желание еще более измываться и мучить Это весьма любопытное наблюдение Как для убийцы симпатия буквально выражается в причинении боли И вот знаете, у меня симпатия проявляется в том, что я хочу обнять человека дорогого мне Или улыбнуться ему Но тут все по-другому Сюда же можно добавить причинение страданий ментально Желание запугать и унизить жертву Для этого в первую очередь он и выжигал на груди Слово из трех букв Предварительно сообщая его значение Это втаптывание личности в грязь для полного ее подавления Вторым же шагом маньяка было ее уничтожение Некроссадизм Головкина проявлялся в манипуляциях с уже безжизненным телом Почеркомеханизм действия убийцы был всегда одним и тем же И не только преследовал цель облегчения избавления от останков Но также доставлял определенное удовлетворение Его действия были направлены на практически полное уничтожение От всех вплоть до черепной коробки, которую он стирал в пыль Человек, личность становился кусками плоти и костей Именно для этого он отделял носы, уши, извлекал глаза, снимал кожу, скальпы Чем дальше Головкин заходил в свои личностные дебри, тем более росли его дьявольские аппетиты Он старался придумывать себе все новые и новые способы манипуляций Как с живыми детьми, так и с их телами Каннибализм является именно такой стадией Он был обусловлен любопытством Головкина И поиском новых фиксаций, новых стимулов, новых возбудителей Стоит также обсудить яркое отсутствие нормального сексуального влечения Половой акт для Головкина воспринимался исключительно как способ унижения и чувство контроля Для него не было в этом никакого сексуального, привлекательного, возбуждаемого подтекста Именно для этого он заставлял мальчиков участвовать в актах мужеложества друг с другом Пусть он и заявлял, что не хотел отношений с женщиной и иметь детей Потому что боялся сделать со своими детьми то же самое, что и с другими мальчиками Есть вероятность, что он был в некотором смысле асексуален Он не пытался найти половых партнеров для отношений ни с женщинами, ни с гомосексуалами мужчинами Потому что ему это было просто не нужно Потому что половой акт для него это не любовь, а способ доминирования, способ издевательства Любопытным можно посчитать и своеобразный мазохизм Головкина Момент, когда он пытается испытать то, что чувствует его жертва Используя веревку, затянутую на половом органе Подобные симуляции встречаются очень нечасто среди серийных преступников Когда у них появляется интерес к тому, чтобы использовать причинение себе боли для получения удовольствия В клиническом плане мы можем вспомнить Денниса Рейдера Убийцу Битикея Он очень часто после совершения преступлений одевался в одежду своих жертв Вешал на свою шею петлю и пытался симулировать процесс удушения, глядя в зеркало Желание испытать схожие с жертвой ощущения и пережить их заново таким образом Говорит о полном отсутствии у подобных людей эмпатии Их пограничных комплексах, расстройствах личности, нарушения простейших социальных навыков коммуникации Но главный вопрос, который вас всех интересует, был ли все-таки Головкин вменяем? Головкин это хороший хрестоматийный пример трусливого садиста-убийцы О его вменяемости говорит трезвость его размышлений Четкое планирование действий, понимание своих желаний и ненормальности Перерывы между преступлениями, с его же слов, обусловлены страхом быть пойманным и разоблаченным Когнитивные способности Головкина при этом не были нарушены ни при одном из преступлений Уровень эмпатии при этом значительно снижен или же практически отсутствует Что он совершенно не чувствует никакого раскаяния засадеянно Не испытывает никакого сочувствия к жертвам Наоборот, он наслаждается их агонией и страданием В его системе координат почти что отсутствует элемент «ты» Лишь эгоистичное «я» Все его действия были исключительно направлены на удовлетворение своих извращенных сексуальных потребностей Что с его слов было практически единственное, что радовало его в жизни Какая-либо возможность ресоциализации такого девианта просто невозможно и исключена Таких, как он, нужно исследовать и казнить Поэтому смертная казнь в его случае это было единственное лекарство от такой болезни, как Фишер Исследуя биографию Головкина, мы четко понимаем наличие у него расстройств личности Также мы понимаем дефекты сексуального воспитания, в результате которого у него сформировались сексуальные девиации Когда у нас, вместо того, чтобы было положительное подкрепление, он представлял себе убийства и пытки своих одноклассников Но самая важная мысль, которую мы должны понять Почему нас так привлекают и почему нас так трогают истории именно отечественных серийных убийц Почему нас не касаются истории Теда Банди, Брудоса, Мрейдера Почему для нас история Головкина так близка, почему она нас так задевает за струны души Да потому что мы все учились в этих школах Мы все знали таких одноклассников, мы все слышали или подвергались избиению подростков Но, естественно, каждый из нас хоть раз проходил мимо такого гаража или видел его из окна И вы видели людей, которые туда заходят и не знали, кто они Может, он чинит там машину, может, выпивает, а может, творит ужасные дела Эти истории трогают нас именно по таким причинам Ну а на сегодня все Спасибо, что досмотрели ролик до конца Не забывайте подписываться на наши соцсети, ставить лайки или дизлайки Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал И пишите ваши комментарии, ваши мысли, мнения, идеи На вас пристально смотрел Фауст 21 века И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok